Иногда в целых кладах, аж ведрами, как легенды рассказывают. Спорный тезис, не буду сейчас доказывать, и тем не менее иногда встречаются экземпляры, но мимо которых пройти совершенно невозможно. Приветствую зрителей канала Заметки Нумизмата и сегодня хотел бы поговорить на тему выбора темы коллекционирования и эстетической стороны коллекционирования, нумизматики. Каждый делает свой выбор, мы об этом говорили, собирать какую-то историческую эпоху, разнообразие по правителям, годам, реформам, номиналам. Да, у каждого свое. И есть, конечно же, большая разница между коллекционированием монет в разных металлах. Традиционно считается, что, наверное, проще всего монеты старые, если речь идет о императорской России, собирать в серебре. Относительно считается недорого, но если сравнить с золотом. И сохранность таких монет в целом лучше, чем, скажем, у медных. Спорный тезис, не буду сейчас доказывать. Единственное, что медные монеты, которые хоть и встречаются в больших количествах, иногда в целых кладах, аж ведрами, как легенды рассказывают, по большей части не очень хорошо сохраняются. Различные болезни, свойственные меди, изменения цвета и другие факты приводят к тому, что монет этих хоть и много, но эстетически из них красивых количество небольшое. Да и ценятся именно самые лучшие экземпляры из них. Остальные нужны или другим таким же любителям. В отличие от монет серебряных, особенно золотых, которые популярны среди инвесторов, тех людей, которые оценивают именно металл в составе монеты. Хоть, конечно, тут тоже не все однозначно. Если по золотым монетам времени Николая II, да, составляющая нумизматическая не столь велика и в большей степени распространяется на экземпляры редкие и особо выдающиеся состояния. По серебряным монетам, конечно же, прямой связи с металлом нет. Монеты ценятся, опять же, за состояние, за свою красоту. К тому же крупные, большие монеты, рубли, полтины всегда радуют глаз. С медными монетами так не всегда. И тем не менее, иногда встречаются экземпляры, но мимо которых пройти совершенно невозможно. Просто невозможно преодолеть искушение, но хотя бы подержать в руках такой экземпляр, посмотреть. Здесь есть возможность относительно недорого приобрести. И вот хотел представить вам одну такую монету. Пять копеек времени Николая II 1911 года. Напомню, что пятикопеечные монеты в меде производились при Николае II лишь трех лет. Во всяком случае, известные в основном экземпляры трех лет. Одиннадцатый, двенадцатый и шестнадцатый. Наиболее из них частые. Одиннадцатый. Существенно реже встречается пятикопеечные монеты с датой 1912. Совсем уж редкие 1916 года. Почему монеты шестнадцатого года редкие и часто в состоянии хуже, чем предыдущие годы? Это, наверное, отдельный разговор. Мы обязательно на эту тему поговорим. А пока смотрим на монету самого распространенного года, одиннадцатого. И вот такая пятикопеечная монета, медная, тем не менее, может стоить очень существенно денег. Если монета в высоком состоянии, в выраженном блеске, в правильном цвете, не болеет свойственной монете болезнями и к тому же имеет натуральную патину, а не образованную в результате воздействия шаловливых ручек, разных мазей и тому подобное. Даже если, как я иногда говорю, монета в коллекции одна или, скажем, несколько монет, такая, несомненно, вызовет интерес и у гостей, и у друзей, и у любого человека, потому что на нее просто приятно взглянуть. Очень нечасто попадают пятикопеечные монеты, медные, в таком состоянии, в таком ярком блеске. Во всяком случае, на моей практике, ну, буквально по нескольку экземпляров в год, такие монеты показывают. Чем крупнее монета, мы с вами знаем, тем сильнее на ней остаются и следы обращения, и следы хранения. Пятно, которое на маленькой монете может быть в краешку, маленькое или заметное, надо думать, что ничего страшного. На большой монете, конечно, видно сразу. Если где-то монета пострадала от коррозии, карадийное пятно заметно. Если блеск пропал, то она и глаз не радует. Поэтому, если монеты более мелких табиналов, копеечка, две копейки, время Николая Второго, имею в виду, достаточно часто попадаются в хорошем состоянии, не слишком дорого, ну, то есть речь идет о нескольких сотнях рублей, ну, может быть, нескольких тысячах максимум, то вот пятикопеечные монеты в сильном состоянии, очень редки и стоят сравнимо с хорошими рублями того же времени. Ну, а великолепные детали рельефа, шикарный, выраженный орел, который по многим высоким элементам кажется даже красивее, чем на некоторых рублях. Это, конечно же, просто радость для нумизмата, для коллекционера. Смотрите наши выпуски, собирайте коллекции, обращайтесь за советами. Мы всегда рады вам. До свидания.